Всем привет, с вами Серж, проект SoulFinder, и сегодня у нас в студии самые запрашиваемые вами кроссовки последнего времени, Kairi 5, и тот самый символ пирамиды с глазом с бакса, и Kairi 5. Очень интересная модель, очень интересная и очень похожа визуально на все, что было до. Я даже по такому случаю откопал старую толстовку Kairi Ring коллекции Kairi 2. Нет, толстовка это с Kairi 2 была, и сегодня у нас в студии Kairi 5. Мы, кстати, про все Kairi уже рассказывали, кроме низких. Kairi Low, что-то до нас никак не доберутся, но я думаю, не велика потеря. Вряд ли фактически они представляют собой нечто иное, кроме визуальной части. Ладно, мы не будем об этом. Это Kairi 5. Kairi 5, кроссовки с самой нестандартной системой шнуровки 2018 года системой фиксации. Здесь применяется новая система амортизации. Это очень широкие кроссовки, и Kairi Ирвинг все больше и больше вкладывает в них души, как Стэфф в Kairi вкладывает в них свои предпочтения. Вот здесь вот надпись «СКОНСТРУИРОВАННЫЕ», «СКОНСТРУИРОВАННЫЕ» исходя из конкретных спецификаций Kairi Ring, то есть из конкретных предпочтений. То есть, что нужно было Kairi, то внесли в эти кроссовки снова. Предыдущие модели все говорили о том же самом, но именно пятая модель, на мой взгляд, она является неким таким уже серьезным апгрейдом, как я сказал, системой амортизации, системой фиксации. Но общая стилистика, как вы можете заметить, она практически не изменилась, и снова у нас первым цветом появляется черно-белый. Мое любимое сочетание у всех кроссовок, но мне кажется, в этой модели что-нибудь поинтереснее было бы как-нибудь поинтереснее. Поэтому давайте чуть более детально поговорим сейчас о кроссовках, я вам их опишу. На втором кроссовке будет намного интереснее, а потом мы перейдем к обсуждению, возможно, самому главному. Это уже вопрос цены, цены в нашей стране, и возможных перспектив, и естественно, будет купон. Купон, потому что в этом году он потребуется, да, в общем, как и в прошлом, и в позапрошлом, но сейчас он будет к месту, как всегда. Поэтому чуть позже все расскажу. Итак, кроссовки выполнены полностью из синтетики. Здесь нет ни грамма натурального материала. Носовая часть запаяна, не очень жесткая она, то есть не особо отличается вот эта сеточка. Скорее, это для того, чтобы место трения больше выдержало нагрузки. Сеточка, но она не совсем мягкая, это плетение, не fly-knit, это просто engineered mesh, то есть тканевая основа с синтетикой. Вы видите, что здесь с внешней стороны выходят петли из глубины кроссовка. Сверху на них ложатся такие неестественные рисунки, неестественные для кроссовок, я имею в виду. Это суперинтегрированная система шнуровки, где нити Flywire нового поколения уходят вовнутрь, здесь они пересекаются с другими нитями, и здесь, опять же, фиксация идет через нитки. Я разберу второй кроссовок, при вас предварительно я его не готовил, и покажу, что и почему. Здесь мы видим автограф Кайри, он так, закрепляется уже на кроссовках, в общем, сигнатура, как у Коби в какой-то момент была. Вот Леброн только стороной обошла. Логотипчик Кайри, который мы все знаем, к которому мы уже привыкли. Интересно, что две верхних петли сделали вполне стандартными. Вполне стандартными, просто сквозные отверстия, без укрепления. Ну, небольшая запайка зоны вокруг, она не особо что укрепит. Язычок, фу, свушь. Значок, значок свушь, он пластмассовый, он пластиковый. И у него такая фактура грубоватая. На каких-то кроссовках она недавно была, напомните мне на каких. Вы всегда лучше знаете, чем я такие мелочи. С внутренней стороны такой же значок. На расцветке Тако этот значок, ну, не в два раза больше, но где-то в полтора. То есть он занимает пространство примерно вот досюда. То есть он огроменный, он уходящий сюда. То есть он совсем большой, еще и рефлектив, то есть светоотражающий. Выглядит совсем неестественно, как кроссовки Big Swoosh. Нас это обошло стороной. В области пятки та же самая пирамида с глазом, которую вы могли видеть в мультиках на долларовых купюрах. В – это Вендетта. В данном случае это пятая модель, римское написание. Как я уже показал, здесь есть текстовая отсылка к тому, кто их создал. Здесь Элизабет, Элизабет – это 67-й год, не знаю, бабушка, бабушка, наверное, его. И подошва. Вот в эту подошву засунули новую версию баллона Zoom. Теперь это называется Zoom Turbo. Zoom Turbo. То есть это увеличенного размера баллон, который не полностью выпуклый, а состоит из маленьких сегментов. Ну как, представьте себе шоколадку. Шоколадку – только это баллон. То есть много-много-много маленьких отсеков. Они все, в принципе, толщину не поменяли. Но они по секциям разделены. То есть это много секций. Во-первых, баллон получает гибкость. То есть он как волна может перекатываться. При этом он сохраняет свою упругость, свою отзывчивость, чувство корта при любом наклоне. Это очень круто, потому что до такого еще не додумывался никто. Но по сути ничего сложного в этом нет. Это многокамерный баллон Zoom, который гнется в разных направлениях. И, в принципе, я думаю, что они его придумали очень давно. Просто сейчас решили зарядить сюда. Ничего сверхъестественного, как бы такого инновационного нет. Это просто грамотный подход к технологии, которая уже была. Посмотрите на рисунок. Рисунок нас отправляет снова к мухоловке. Flytrap – это растение, которое ест мух. И вот это нас отсылает, как, собственно, и вот это, к такому растению. Кайри-ринг. Тесно с ним связан. На подошве еще один логотип. Established 92-й. Это дата рождения Кайри. Посмотрите, в разных отсеках разная система, разный рисунок. Ну, в принципе, Кайри всегда обладали хорошим сцеплением, потому что это его предпочтение. Итак, второй кроссовок. Он еще недоваренный, поэтому доготовим его вместе с вами. Я сейчас распустил верхние петли, и сейчас вместе с вами я начну расшнуровывать кроссовок, чтобы вы могли понять его получше. Мы просто достаем шнуровку. Здесь ничего сверхъестественного нет. Но вот сейчас мы подошли к самому главному, к самому интересному. Вы видите сейчас нити, которые выходят из отверстий. И что мы делаем? Мы открываем. Открываем эти петли. Достаем. Система фиксации. Вот так она выглядит. В открытом виде. Система фиксации. Посмотрите. Такое, я думаю, вы еще не встречали на баскетбольных кроссовках. Это система такая прижимная. С очень сложной системой интеграции. Почему очень сложной? Потому что я так просто считаю. Усложнили. Конечно, да, это интересно. С внутренней стороны вы можете видеть петли, которые не меняют точку выхода. Они изнутри видны. Их можно, конечно, достать. Но я бы не рекомендовал. Потом засовывать назад будет достаточно сложно. Хотя и ничего сверхъестественного тоже нет. Но не стоит. Не стоит, потому что это ни к чему не ведет. Что же касается вот этих штучек. Видите, у нас здесь три петли. Я считаю, что это опасное. Опасное развлечение, потому что у вас весь кроссовок привязан исключительно к этим трем маленьким петлям, которые могут порваться, перетереться и так далее. После этого вы их уже не зашнуруете. Ну, конечно, можно произвести какой-то ремонт, но тем не менее. Как это работает назад, в обратную сторону? Мы берем эту петлю. Это на самом деле не так легко, как может показаться. Поэтому мне нужно чуть больше времени. Вы берете эту петлю, которая отходит от захлёста. Засовываете назад в это отверстие. После чего я рекомендую поступать таким образом. Потому что каждый, кто получит эти кроссовки, попробует это сделать. Сначала просовываете сюда шнурок. Подцепляете петлю. Делаете двойную. Засовываете шнурок назад. Таким образом. Подтаскиваете. И теперь, держа два шнурка, только два шнурка, вытаскиваете это назад. Ну, то есть вы подцепили. Таким образом перетягивают тросы верёвку в верёвку, тянут на этажи, ну и так далее. В общем, не буду углубляться в строительную часть. То есть вы можете вот таким образом вытянуть петлю назад. Можно, конечно, и пальчиками её позасовывать. Но это развлечение так себе. Я скажу, потому что я уже попробовал. Сейчас я немножко приведу эти кроссовки в симпатичный вид. И давайте мы с вами начнём рассуждение на тему доступности в России. Первый цвет. Первый цвет появился. Это Black Magic. Вот он представлен у нас сейчас на видео. Не буду я зашнуровывать. Это всё же намного сложнее и отвлекает ещё вас. И, в общем, не за чем вам это всё наблюдать. Black Magic. Первый цвет Black Magic. Очень странный артикул у него. 901 цвет. 901 это обычно мультиколор. Множественное сочетание цветов. Возможно, вот это считается множественным сочетанием. Но, тем не менее, мне кажется это странным. Потому что, допустим, Lebron и Fruity Pebbles какие-нибудь. Или, как они называются, 15-ые. Где много-много-много цветов. Они тоже 901-й или 900-й цвет. Обычно такого не бывает. А это просто перед нами чёрные кроссовки. Так, а это 902-й цвет. Тоже странно, потому что они просто чёрные с оранжевым. В общем, Nike что-то там понакреативила с артикулами даже. В ближайшее время нас ожидают и другие цвета. И другими цветами будут непонятно какие. Потому что по артикулу теперь ничего не понять. Потому что он не имеет такой прямой привязки. И я знаю, что будут белые с зелёным встречаться в весенней коллекции. Январь, февраль, март. Белые с зелёным. Но это не совсем зелёный. Это такой кислотный зелёный. А вот тут начинается самый интересный разговор. Потому что у нас единственный цвет, который появляется в России официально до Нового года, это вот этот. Он стоит 9,990. На него я даю скидку 10% в магазине Kicks4U. Купон написан в описании к видео. Ссылка на покупку также под видео. 10% купон распространяется не только на эту расцветку, а на любой другой цвет, который появится в Kicks4U на протяжении всего следующего года. Это важно. Потому что все расцветки, которые будут появляться в 2019 году, они все будут стоить 10,290 рублей. Единственный цвет, который будет до десятки, это вот этот. Ну и так, но он с ограниченной доступностью. Он будет стоить десятку. Всё остальное 10,390. 10,390 напрашивается рифма, но, к сожалению, сделать мы ничего не можем. Я помню, как в этой студии были Кайри 1 за 5000 рублей, за 5500. И сейчас мы держим 5 лет спустя Кайри, который стоит в 2 раза дороже в рублях. В рублях. Очень важно запомнить, что это в рублях. Потому что, если привязываться к доллару, то рост вообще-то не такой сильный. Ну, хотя и не маленький. Поэтому, друзья, идём по ссылке в описании. Покупаем их со скидкой 10%. Радуемся и бегаем. Потому что это очень удобные. Это очень цепкие. Это кроссовки чуть выше среднего. Они не лоу. Как можно было подумать про третий, четвёртый, такие под косточку. Нет, они вполне себе самодостаточные баскетбольные кроссовки. С необычной системой шнуровки. Довольно комфортабельные. И просто бюджетная линия, она как бы передвигается выше. Это я сейчас сказал про Кайри, они стоят десятку. Но ничего, мы скоро с вами про Пол Джорджи поговорим, которые будут стоить 9,5 тысяч рублей. Так что не вешать нос Гардемарины. С вами был Серж. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!